Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. И кто иногда заглядывает на мой канал. На канале Томата Большим Любовь Светлана Чернова. Живой я в Чувашии на Средней Волге. Сегодня у нас 21 июня, прохладная погода. У нас, я всегда говорю, нестабильная температура стоит. Июнь уже, скажем, вторая, третья декада июня пошла. Но вот такого стабильного тепла не было. Вот день-два так тепло, а на третью уже дождь, ливни и опять прохладно. Ведь это для растения хорошо, когда ливни и тепло потом идет. А когда дожди и холод, это даже немножко не вредит даже. Вот я нахожусь в моей второй теплице. У меня теплица по счету идет по тому, в какой мере они поставлены. Вот это она смешанного типа, как бы сверху у нас пленка, по стеклу, по периметру стеклу. В чем особенность этой теплицы? Она находится между двумя строениями. Раньше мы здесь как-то ничего не сажали, земли уменьшались, уменьшались. Решили мы здесь теплицечку сделать, ну, наверное, лет пять, наверное. Все, перцы росли, и в этом году я решила томаты посадить. Как растут здесь томаты, в чем разница от других теплиц? Они выглядят немножко, вот загара не хватает, листья у них вот светлее намного. Конечно, кисти набирают, но такого вот мощного листового аппарата нет. Но я так думаю, на томаты это не так повлияет. Буду выращивать тоже два стебля, нет, может и три стебля пойдут. Здесь у меня сортовые все томаты. Разные сорта тут есть. И бычьи сердца есть по сортам, я сейчас не буду говорить. Буду говорить, когда томаты будут зреть. У меня вот вопрос такой, как выносят синевую сторону томаты? Вот это у меня западная, восточная сторона. Вот на востоке солнце сходит, поднялось, солнце еще есть. Потом на юг уходит, опять солнце есть. Но здесь вот в жаркую погоду очень хорошо. Такого вот жара нет. Форточки есть, открываются, вентилируются. Томаты ведь они не любят закрытого состояния. Ночью тоже не закрывают ни форточки, ни двери. Хотя уже прохладно. Они уже закаленные. Им теперь что будет? А вот в грунте томаты растут рядышком. Тоже эта же сторона. Что они? Вот теплицу, зачем его закрывать? Поэтому теплицу двери не закрываем. Вот даже мои знакомые иногда спрашивают. Вы теплицу закрываете? Вот сегодня плюс 10. Я говорю, они стояли, когда было плюс 3, плюс 5. Они, говорю, стояли. Куда им раздеваться? Вот немножко отрицательно было. А теперь уже ни к чему закрывать. Я закрою только осенью. Что здесь неплохо себя чувствует. Вот у меня вот здесь гиганты стоят. Они тоже вот у них в другой теплице. Это вот рубиновые звезды, по-моему. Они намного мощнее, намного, как говорится, краше может быть. Но посмотрим, какие томаты будут давать. Все же познается не в ботве, не в том, как они. А что дадут? Для чего я эти же сорта посадила? Несколько сортов. Вот рубиновый сюрприз. Тут и другие есть. Те, которые вот стоят в других теплицах. Сравнить, стоит здесь томаты выращивать или нет. А так вот, ой, посажу, растут, не растут. Совсем другие сорта не посадила. Есть, но есть, конечно, и совсем другие сорта. У меня тут два огурчика растут. В теплице у меня в этом году нет огурцов. Я решила, ничего не буду посынковать. Пусть растут, что дадут. Огурчиков много. Я решила, как, без формировки выращивать. Вот они снизу, прям огурцы идут. Буду выращивать, как комнатные огурцы. Что дадут? Вот они уже. Я их посадила тоже в конце мая только. Как в грунте высаживала, и тут высадила. Но они, конечно, наверное, по 10-20 огурцов уже есть. Так много огурцов. Вернемся к томатам. Здесь у меня посажены и гномы. Вот один единственный гибрид есть у Смань. И вот тут гибриды идут. У гибридов только листью убираю. Пока они вот даже такой листовой аппарат не набрали, как в других теплицах. Есть у меня еще в одной тепличке маленькой, но там они. И цвет листвы другой, но они по две кисти уже, по одному по две набрали. И кто-то говорит, да, первые кисти формируем. У меня, конечно, по гномам опыта нет. У меня вот такой вопрос. Убираете ли те пасынки, которые выходят из земли? Вот здесь я, конечно, на свой страх и риск убрала. А вот тут вот не убрала. Это у меня, я скажу, это у Лура Охра убрала, потом покаялся. А зачем убрала? Он как-то, вот пасынки пошли другие, конечно. И вот на тех я не убирала. Пелаги, слизь, пожалуйста. А вот на этих я не убирала. И убираете ли, вот кто много лет уже, вот они много лет, как сказать, не так они давно появились, убирать ли пасынки, которые выходят из земли? Вот у меня часть убранные стоят, часть не убранные. Пожалуйста, напишите, кто этим вот занимается уже, гномами, я хотела сказать. Пасынки, конечно, я читала, что кто-то говорит, мы до первой цветочной кисти убираем. Но вот тут до первой цветочной кисти уберешь, так тут что останется? Вот он. Как-то пока он не радует меня, вот у Лура Охра. Посмотрим, еще не вечер, в конце июня посмотрим, что они будут, уже томаты должны завязываться. Потихонечку здесь томатики тоже завязываются, не так, конечно, как в других теплицах. Ну и высажены здесь попозже, когда уже во всех теплицах высадили, все, что осталось, как говорится, место, где чего осталось, сюда посадили. Вот такие у нас дела и обстоят в теплице номер два. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok